Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале электрокар.бай и сегодня мы продолжим рассказывать вам о выставке в Шанхае Автошанхай 2023, где вы узнаете о несоставившейся премьере ростера от MG, новых новинках от BYD, а также на закуску Awaita 1.1. Приятного просмотра! Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Как вы знаете, в апреле проходил шанхайский автосалон, поэтому электромодели, которые были там представлены, будут еще некоторое время доминировать в новостной повестке. Но бывает и так, что новинка заявлена для участия в выставке, но на стенде так и не появляется. Так случилось и со следующим электрокаром. Компания MG подготовила для выставки в Шанхае электрический родстер Sybester. Как анонсировалось ранее, это полностью новая модель, которая должна возродить славу британского автобренда Morris Garage. Он стал известен на родине и за ее пределами благодаря спортивным авто с открытым верхом. Однако к концу 20-го столетия финансовое положение у компании ухудшилось. Дело дошло до банкротства. После этого уже в начале 21-го столетия этот европейский бренд купил китайский концерн SAIC, после чего авто марки MG снова появились на рынке. Над экстерьером электро-родстера работала лондонская дизайн-студия Marlebone. Особенностями кузова инженеры сделали двери, ножницы и мягкую складную крышу. С выходом этой модели в серию компания MG в этом году отпразднует 100-летний юбилей. Несмотря на важность электрического родстера, о технических характеристиках все еще ничего не известно. В любом случае, это авто уже есть в металле, и оно должно было дебютировать на автосалоне в Шанхае. Из неофициальных источников известно, что в компании решили, что презентация модели затеряется в общем информационном потоке выставки. Поэтому публичную презентацию родстера Cyberster решили перенести. Главной премьерой компании BYD на автосалоне в Шанхае стала новая модель марки, которая входит в ее портфель брендов. Мы уже не раз рассказывали до открытия автосалона об этом авто, поэтому сейчас только добавим информацию, которую мы узнали во время презентации. Электрический кроссовер Denso N7 стал первым серийным автомобилем марки с аудиосистемой французской фирмы DeViale. Она производит акустику для авто из высшего ценового сегмента, поэтому в салоне установлены 16 динамиков высшего качества. Вся система имеет специальные режимы работы, например, для авто, которое стоит на стоянке или движется по автостраде со скоростью более 100 км в час. Конечно, есть и ручная настройка звука. Кроме системы акустики есть также и другие детали о салоне. Например, центральный монитор вытянулся на 17 дюймов, что было ожидаемо для этой модели. А также есть проекционный дисплей. Все сидения обиты кожей Nappa. Стеклянная крыша без движной секции входит в базовую комплектацию. В Китае продажи электромобилей Denso N7 должны стартовать уже в июне этого года, но цены пока не объявлены. В Шанхае от компании BYD мы увидели также и настоящий концепт. Но информации о нем максимально мало. Электромобиль BYD Song L будет презентован уже в этом году. К нынешним кроссоверам с названием Song новый купеобразный паркетник якобы прямого отношения не имеет. Кроме рекламного видео пока что нет никаких других деталей этой модели. Еще одной темной лошадкой от BYD на этом автосалоне стал гибридный седан BYD Destroyer 07. Он представлен в предсерийном статусе. По размерам под ключами гибрид это почти что флагманская модель BYD Han. Длина будущей новинки 4 метра 98 сантиметров, а колесная база 2 метра 90 сантиметров. Гибридная силовая установка DMI состоит из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра и электродвигателя. На заряде батареи седан может проехать 200 километров. Других данных пока что нет. Дебют модели состоится только во втором полугодии, но несмотря на это уже объявлен примерный диапазон цен. В Китае BYD Destroyer 07 будет стоить от 29 до 36 тысяч долларов. Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD X-Pen или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это просто вы можете на сайте ElectroCarBuy. Мы предлагаем выбор только среди проверенных моделей, поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. А вот о следующих моделях от BYD во время автосалона нам удалось узнать гораздо больше. BYD начала продажи компактного электрического кроссовера UN PRO 2023 модельного года. В экстерьере обновленный UN уже также использует язык дизайна Dragon Face 3.0, который компания применяет во всех своих топовых моделях. Как видите, у Electro Auto также появилась сплошная панель на месте традиционной решетки радиатора. Стоит обратить внимание и на 4-х угольные фары, которые соединены с серебристой декоративной полосой с логотипом UN по центру. Также стоит отметить оставшуюся на месте открывающуюся в бок дверь багажника с внешним запасным колесом. В кузовной палитре всего три цвета – розовый, белый и серый. Корпуса боковых зеркал заднего вида стали двухцветными. Это должно хоть немного говорить о том, что это не совсем бюджетная модель. В базовую комплектацию также включены 8-дюймовая панель приборов и 10-дюймовый центральный дисплей. Так как это авто от BYD, то, конечно, он поворотный. Длина модели 4 м 37 см, а колесная база 2 м 53 см. Новый BYD UN PRO построен на основе E-Platform 3.0. А это значит, что авто получило улучшенную электросистему и облегченный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. Его мощность 100 кВт или 136 лошадиных сил. В пару к нему установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор типа Blade Battery. Его емкость может быть 39 или 50 кВт часов. Запас хода 301 и 401 км соответственно. Новинка доступна на рынке Поднебесной в трех модификациях. Стоимость от 14 до 17 тысяч долларов. Хотели бы обратить ваше внимание на то, что сайт нашей компании постоянно обновляется? Заходите по адресу электрокарбай и вы узнаете о спецпредложениях дня, новых моделях и ценах на все электромобили из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. BYD официально представил в Китае электроседан Чинг Плас EV 2023 модельного года с приставкой Champion Edition. Электромобиль уже базируется на электрической платформе ePlatform 3.0. У нее заявлено энергопотребление 12,5 кВт часов для преодоления 100 км. А расход электричества кондиционером снижен на 40% и это при работе в минусовую температуру. Поэтому неудивительно, что промо-ролик записан именно в зимних условиях. Кроме того, благодаря реинжинирингу вес и количество компонентов всей электрической системы, включая мотор, уменьшены на 10%. В итоге общей КПД модели составляет 89%. Базовый BYD CHIN EV 2023 получил один электродвигатель мощностью 150 кВт или 204 лошадиных силы. Он разгоняет электроавто до 50 км в час за 3,8 секунды. Новые аккумуляторы обеспечивают 420, 510 и 610 км пробега на одной зарядке. В салоне стоит отметить 9-дюймовый экран мультимедиа. Также в компании анонсирована новая сидушка для водительского кресла. Но в чем заключается новшество, пока что не сообщается. Цены на BYD CHIN варьируются от 123 до 177 тысяч юаней или от 19 до 26 тысяч долларов. Подробности о том, планирует ли BYD поставлять новинку CHIN PLUS EV CHAMPION EDITION на другие рынки пока что нет. Хотите больше интересной и актуальной информации об электромобилях из Китая? Тогда хотим посоветовать вам наш канал, на котором мы публикуем контент только от нашего китайского офиса. Нужно отметить, что вся информация на этом канале будет посвящена и связана только с Поднебесной. И создается она командой нашей компании, которая находится именно в КНР. Например, мы уже сделали получасовые обзоры моделей NETTA S и AVATER 1.1, а также SHORTS-отчет о путешествии на электромобиле BYD HAN EV по просторам Китая. Но не только рассказами о новинках автосалонов Шанхая мы хотели бы порадовать вас в этом выпуске. В первом выпуске новостей из электромобильного мира Китая мы рассказали вам о том, что модель Li L9 получила звание «Автомобиль года» по версии престижной местной премии Xuanyuan Award. По-китайски «Chungguo Tianshi» «Chingying Jiang». Также мы вам обещали рассказать о моделях, которые вошли в ТОП-10 лучших легковых машин в Китае. Напомним, что это Xpeng G9, Ato M7, Avater 11, Smart No.1, Chang'an SL-03, Nio ET-5, DQ-001, Voye Dreamer. Завершает список модель R7 от марки Feifan. Сегодня мы продолжим детально рассказывать о финалистах из лучшей десятки. В этот раз в наш объектив попала модель, которую активно продвигает один из крупнейших игроков рынка — компания Chang'an. Кроссовер Avater 1.1 — это результат совместной работы Huawei, CATL и Chang'an. По сути, именно последняя компания занимается развитием модельного ряда новой марки. Две первые только предоставляют свои самые современные технологии, а также являются инвесторами в этом проекте. Под брендом Avater Technology партнеры будут выпускать только электромобили в ценовом сегменте выше среднего. За комплексную разработку всех авто отвечает Chang'an. Для будущей линейки уже создана новая модульная платформа CHN. На ней будут построены все будущие электромодели с кузовом от компактного кроссовера до минивэна. Дизайном занимается студия Chang'an с базой в Мюнхене, то есть европейцы. Электрокар сходит с конвейера в китайском городе Чунцин. Интересно, что это не пятидверный приподнятый лифтбэк, у которого четыре двери обычная, а пятая — багажная, а четырехдверный — фастбэк. И все потому, что заднее стекло не является частью багажника. Крышку последнего, к слову, вмонтирован выдвигающийся спойлер. Габариты Avater 11 следующие. Длина — 4,88 м. Ширина — 1,97 м. Высота — 1,60 м. Колесная база чуть не добрала до трех метров, а именно — 2,97 м. Электромобиль получил два электромотора на обе оси. Их общая мощность — 425 кВт или 578 лошадиных сил. Набор первой сотни длится меньше четырех секунд. Будущий владелец может выбрать из двух батарей. Емкость первой — 90 кВт-часов, второй — 117 кВт-часов. Соответственно, запас хода — 555 или 680 км, согласно циклу подсчета CLTC. То, что этот электромобиль выступает в классе премиум, можно сразу же понять, увидев дизайн интерьера. Само собой, салон отделан самыми качественными материалами. Также от себе подобных электрокроссоверов из высшего ценового сегмента Avater 1.1 выделяется с задним рядом сидений. Правильнее сказать, двумя отдельными креслами-ковшами, которые органично вписаны в общий интерьер. Первые монобрендовые салоны Avater уже работают в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Чэньду, Чунцине и в Ухане. Всего планируется открыть более 200 фирменных точек продаж по всему Китаю. Также автомобиль будет выставлен в фирменных магазинах Huawei. В течение следующих пяти лет Чанган и компания обещают представить еще четыре модели под брендом Avater. И деньги на это есть, так как общая капитализация бренда уже достигает 10 миллиардов юаней или более 148 миллионов долларов. И как раз за счет этих и новых инвестиций будет вестись разработка следующих моделей. В Китае за Avater 11 просят от 320 тысяч юаней или 46 тысяч долларов. Стоит также отметить, что помимо бренда Avater корпорация Чангкан также создала электрические марки Shenlan, Lu Ming и Chu Ke Intelligence. У первой уже есть электрокроссовер S7 и Electroliftback SL03. У второй электроситикар с одноименным названием Чангкан, Lu Ming. А с названием последней марки планируется выпуск очень технологичных электромобилей. Первой моделью с лого Chu Ke станет купеобразный кроссовер CD701. Как вам такие электромобильные новости из Китая? Мы рады вашему вниманию и благодарны за лайки под этим видео. Также мы прочитаем все комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. А пока до встречи в следующем новостном выпуске на канале Электрокар. Доставка электромобилей из Китая в СНГ.